День космонавтики Спасибо большое, но как вы там, на земле? Потихоньку. Огурцы и вот томаты в нанотеплицах созрели. Да я соленья закатала, сынок, тебе десяток баночек отправила. Мам, опять? Ну что такое? Посылать банки с огурцами за пределы солнечной системы? Нас же здесь кормят! Вижу я, как вас там кормят. И ведь у вас не домашнее, не земное. Ладно, спасибо, я ребят угощу. Как в деревне дела? В деревне хорошо. Куры больше не болеют. Тетя Люся путевку в санаторий получила на Марс. Рай на земле настал, а ты улетел. Мам, ты край-то благодаря космонавтике настал. Эти вакцины для ваших кур. Сыриэля прибыли. И зловредные вашу тетю Люсю тоже в космос эвакуировали. Уже все в космосе были, кроме вас. Почему? Интересный ты какой. Я бы уже сто раз слетала. Но папу я на кого оставлю? Он даже самолетов боится. Мам, так значит перебороть свой страх надо. Ты знаешь, как люди за космос боролись? А вам с папой всего-то и надо заказать билеты и чемоданы собрать. У вас сын космонавт. А вы ни разу в космосе не были. Сейчас, подожди, я тебе видео скину. Мы давно с группой делали. Про то, как космос только начинался. Смотри, это Константин Эдуардович Циолковский. Без него вообще бы не было космонавтики, можно сказать. Он предложил первый проект ракеты дальнего действия. Занимался законами небесной механики и физикой полета в условиях невесомости. Его идеи стали основой для русской космонавтики. Какой умный мужчина. Вот именно. Он еще и научную фантастику писал. Вот как он мечтал о космосе. И его идеи поддержали. Их разрабатывали Фридрих Цандер и Юрий Кондратюк. А вот это Сергей Павлович Королев. У меня с ним плакат есть. Он занимался практической космонавтикой. Благодаря нему в космос запустили первый искусственный спутник Земли. Это случилось 4 октября 1957 года. Потом по его инициативе в космос отправился и первый космонавт Юрий Гагарин. Сегодня, только несколько веков назад. Да, я понимаю. Но это же все великие люди. Простые люди в космос не летают. Да и все летают в космос. Все. Люди в космос устремились еще в 20 веке. А если бы кто-то из них струсил, то не было бы у нас ни полетов, ни вакцин для кур. Вот и я твоей маме говорю то же самое. Говорю ей, даже собаки в космос летали, обезьяны летали. Что, мы хуже, что ли? Привет, пап! Привет, Димка! Красивая у вас станция, я смотрю. Дим, ты посмотри, что я купил. Поверить не могу. Это что, билеты? Наконец-то! Не, ну мы пока недалеко. На Луну слетаем и обратно. Но надо же с чего-то начинать. А то нехорошо. Сын космонавт, а мы в космосе ни разу не были. Я вами прямо горжусь. Уверен, вам понравится. Космос – это очень красиво. Дима, зайди в командирскую рубку. Ладно, у меня перерыв закончился. Мне бежать пора. Дим, подожди. Я тебе шапочку связала, отправила. У вас же там холодно. Мам, у нас минус 213 градусов на поверхности. Мы скафандры специальные носим. А ты под скафандр шапочку надевай, хорошо? Договорились. Мы тебя любим, сынок. Удачи в освоении вселенной. И я вас люблю. Привет, Валентина! Привет! Ой, что это? Это та самая планета? Да, представляешь, что так классно? Нам даже скафандры не нужны. Почти сходные параметры с землей. Но ты бы видел о местных. Даже описать их трудно. А они не опасные? Валь, ну что за гуманоидофобия? 23 век на дворе. Они разумные и дружелюбные. И знаешь что? У них потрясающе развита наука. Ого! Такая цивилизация. Наш доктор говорит, что местные отлично разбираются в медицине. Так что возможно скоро на Земле появятся отличные лекарства. Да, чего только в космосе нету. Это точно. А вон там вся наша команда работает. Вчера Даша нашла такой фрукт, он фиолетовый, а на вкус как смесь клубники с крыжовником. Освежает. Вы что, съели неизвестный фрукт? Ой, да ты бы тоже съела, если бы была здесь. Да, если бы была. Мы его называем либо крыбника, либо клужовник. Вообще нам бы филологов в команду. Эй, ты чего? Не весело нос повесила, а? Мне кажется, я не поступлю. Таких не берут в космонавты. Ой, да ладно, всё ты поступишь. Завтра последний экзамен. Всё она отлично сдала уже. А у тебя древняя космонавтика осталась, да? Ага. Я каждый день учила. А в итоге у меня в голове чёрная дыра. Сверхмассивная или квантовая? Ладно, перестань. Давай я тебя проверю. Лови фотографии. Расскажи мне об этом человеке с очаровательной улыбкой. Но это легко. Это Юрий Алексеевич Гагарин, советский лётчик-космонавт и герой. Он стал первым человеком, совершивший полёт в космическое пространство. 12 апреля 1961 года. Ой, я же тебя не поздравила! Ну, наконец-то! Извини, поздравляю! И я тебя. Что ещё расскажешь? Он был отличным лётчиком. Погиб он трагически. Разбился 27 марта 1968 года во Владимирской области. Но он и вправду был героем. А ещё в честь него назван другой выдающийся космонавт. Мой самодовольный брат Юрка. Молодец, правильно! Так, а здесь кто? А, Терешкова. Точно! Валентина Терешкова. Господи, как я могла её не узнать? Да ты просто волнуешься. Её-то ты завтра точно узнаешь. Помнишь, как в детском садике вам задали рисовать принцессу, а ты нарисовала Терешкову и называла её королевой космоса? Да. Так вот, это Валентина Владимировна Терешкова, первая женщина-космонавт. Она герой труда, а первый полёт совершила 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Чтобы полететь в космос, она много тренировалась. Например, находилась в термокамере в лётном комбинезоне при температуре плюс 70 градусов. И проводила до 10 суток в сурдокамере, полностью изолированной от звуков. Господи! Да мой завтрашний экзамен показался бы ей лихотнёй. Правильно мыслишь. И чтобы ты убедилась, что женщины рождены для космоса... Так, это Светлана Евгеньевна Савицкая. Она первая женщина, которая совершила выход в открытый космос. И провела там 3 часа 35 минут. А это Елена Владимировна Кондакова. В 1994 году она находилась на орбитальной станции «Мир». И одна женщина-космонавт до неё не была в таком длительном полёте. Видишь, вся наша команда желает тебе удачи. А я очень тебя здесь жду, в космосе. Не то, чтобы я скучал, просто дразнить некого. Ну давай, удачи, пока! Пока, братишка! Привет! Ой! Я тебя разбудила? Ну есть немного, это не важно. Сейчас я проснусь. Ты как? Ты не поверишь, я за штурмалом! Все сдавалом! Серьёзно? Блин, ты такая классная, я же говорила! Я тебя поздравляю! Спасибо! Ну пока я третий пилот, ясное дело. Но для ученика школы космонавтики это уже неплохо. Ещё бы! И где вы сейчас? Пролетаем около галактики треугольника. Ну, так что связь может тормозить. Ты так далеко. Там всё по-другому, да? И да, и нет. Как будто одна мелодия, но разные инструменты. А когда вернёшься? Слушай, по поводу каникул. Мне тут предложили, поскольку я такой классный пилот, принять участие в экспедиции по исследованию пояса Койпера. Это, правда, поближе к Земле. Так что, может, я и заеду. Но не знаю, когда. Ты сердишься? Нет, ты что? Я очень счастлива за тебя. Просто сильно скучаю. Знаю, и я. Но оно того стоит, поверь. Ты просто обязана выложить фотку, где ты за штурвалом. В космостиль мне скинуть. Завтра география. И я вот прямо подойду к Евгении Васильевне и скажу. Арина вам контурные карты так и не сдала. Потому что Земля для таких великих людей слишком мала. Я только не переборщусь папозом. Подожди, я тебе кое-что покажу. А, ну, здесь так красиво. Космос действительно бесконечный. Сейчас плечу основную камеру. Просто посмотри. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok